Здравствуйте, я студент в школе экономики. Я работал в компании процессной технологии над проектом RUNA в FEE. Разрабатывал новый элемент — событийный подпроцесс. Событийный подпроцесс — это такой специальный подпроцесс, который запускается при возникновении события. События вообще в бизнес-процессах используются для взаимодействия между разными процессами. Отличительной особенностью этого элемента является то, что он не имеет ни входящих, ни исходящих переходов и находится на схеме изолированно. И из этого возникают все сложности при сработке. Событийный подпроцесс принимает события только когда активен его родительский процесс. И теперь есть две сущности. Это сам элемент событийного подпроцесса. И есть схема внутри него. При этом есть две программы. Это редактор бизнес-процессов и сервер. Соответственно, получается в сумме четыре класса. Большинство из них — это измененный подпроцесс. Подпроцесс и, если что, для редактора совершенно новые классы. Так было удобнее издавать. Теперь о том, как именно работает мое решение. Дело в том, что обычный подпроцесс запускается, когда в него приходит точка управления. Когда в него приходит точка управления, он создает внутри себя точку управления. Когда она доходит до конца, соответственно, точка управления из основной схемы идет дальше. В данном случае он никак не связан с основной схемой, поэтому было решено создать событийные триггеры. То есть это отдельная таблица. В нее заносятся новые строчки при старте процесса. Создается триггер на каждый стартый узел в каждом событийном подпроцессе во всем процессе. То есть один событийный подпроцесс может иметь несколько стартовых узлов для разных типов событий. Теперь как происходит обработка событий. какой-то узел, возможно, в другом процессе отправил сообщение. Сообщение отправляют через Java Messenger Service. Событие попало в обработчик. Там делается запрос к таблице триггеров. Ищутся все триггеры, которые подходят по свойствам маршрутизации. И для каждого подходящего проверяется, принимает ли сейчас соответствующий ему событийный подпроцесс события. То есть активен ли его родитель. Если он активен, то создаются новые точки управления. И при разрешении основного процесса все триггеры удаляются. Здесь структура таблицы триггеров. В принципе, тут ничего лишнего нет. Дело в том, что при создании… при старте процесса создается краневая точка управления. Все остальные точки управления являются ее потомками. То есть они образуют дерево. Но опять же, так как событийный подпроцесс не связан с основным графом, то непонятно, какой родитель должен иметь генеримые в нем точки управления. Поэтому была добавлена возможность создавать несколько краневых точек управления в одном процессе. Все элементы имеют три состояния. Это неактивный, активный и выполненный. Неактивный – это значит, что в нем никогда не было точки управления. Активный – значит, что в нем точка управления находится сейчас. Выполненный – значит, что в нем когда-то была точка управления, и сейчас она его покинула. Ну и определить состояние элемента невозможно без просмотра истории, без обращения к журналу. Потому что в случае, когда он неактивный, в случае, когда внутри него нет никакой точки управления, то есть они одинаковые. Обычно используют журнал переходов. Но так как событийный подпроцесс не связан с основной схемой, то никаких переходов к нему совершено не будет. Поэтому я воспользовался журналом Node-Enterlog, в котором записываются, делаются новые записи, когда в узел приходит точка управления. В данном случае туда записывается запись, когда срабатывает айя. здесь вложен код весь на GitHub в свободный доступ. Здесь QR-коды непосредственно на коммиты, связанные с этой разработкой. И теперь я покажу сам процесс на примере процесса конференции. Он состоит из двух частей. Это подготовка и выступление участников. Внутри подготовки есть основной поток заданий. и параллельно с ним есть два событийных процесса, которые слушают события. Это обработка заявок докладчика и обработка заявок слушателя. Внутри есть стартовый элемент, в котором задано свойство маршрутизации. И также есть дополнительный процесс, который создает новые заявки. В середине есть элемент отправки событий. Там тоже настроено свойство маршрутизации, так что он отправлял именно в собственный процесс обработки заявок докладчика. Теперь посмотрим, как это работает на сервере. Так. Запустим процесс конференции. В данный момент активен процесс подготовка. Внутри него собакийный процесс пока что еще не активный. Заявок еще нет. Теперь создадим несколько заявок. На заявку, вторая заявка. Мы можем посмотреть. Действительно сейчас активен только процесс обработки заявок докладчика. В нем сразу две записи о том, что пришло управление. И также можно увидеть, что в списке заданий появилось два новых задания по обработке заявок. Если одну выполнить, он все так же останется активным, потому что вторая заявка все еще висит. Теперь выводим основные задания. Заявка все еще осталась висеть. То есть этап подготовки уже выполнен, но внутри него обработка заявок докладчика все еще активна. Если вспомнить, то, естественно, он будет выполнен. И теперь, если еще раз отправить, создать заявку, то она не будет принята. В списке заданий она не появилась. И в подготовке конференции она тоже ничего нового не появилась, потому что подготовка уже завершена, и он больше не принимает новые события. Можем завершить этот процесс. Все, он завершен. Готов ответить на вопрос. Я, конечно, дилетантским взглядом смотрю на вашу систему, поскольку не сведущий, я только сейчас про нее узнал. Но мне кажется, вообще вот такая необходимость иметь какие-то процессы, которые висят в воздухе, без родителей, без всего, которые откуда-то из воздуха берут события, возникает потому, что у вас нету явного процесса, который принимает заявки и их обрабатывает. Но ведь в реальной жизни он есть. Заявки кто-то принимает, или человек, или компьютер. И это явный процесс, который принимает заявки из внешнего источника и их вносит в систему. Если его выделить, то нет необходимости иметь процессы, висящие в воздухе, как кажется мне. И вторая вещь. Вот у вас время приема заявок прошло. У вас пришла заявка, которая уже просроченная, и она просто исчезла, то, что вы показывали. Но если бы у вас был явный приниматель заявок, было бы очевидно, что когда пришла заявка не вовремя, он должен ответить на эту заявку, что она не принята, потому что пришла не вовремя, а не просто пропала в системе. А так это не очевидно совершенно. Ну, в принципе, возможно. Здесь возможно применять не самый удачный. Но самый элемент, он был разработан. А бывают ли они вообще такие процессы, в летящий воздухе? Нет, такие бывают. Или они всегда не явные потомок какого-то реального процесса? Они в жизни бывают? Нет, но тут уже нужно, чтобы он именно в конкретный момент и был активен. Так что такие процессы бывают. Тем более, что этот элемент, он не мной выдуман. Он был описан в одной спецификации по бизнес-процессам. Давайте я несколько слов скажу, как постановщик задачи. Вот этот элемент нужен для того, чтобы обрабатывать события, которые не привязаны к узлам схемы основного бизнес-процесса. Вот какие-то события, которые могут случиться на любом этапе исполнения бизнес-процесса. А когда он еще не завершен? Таких случаев достаточно много. И для этого действительно такие элементы разработаны в спецификации BPMN, которые мы реализуем. Она очень большая, мы ее реализуем какими-то частями. 100% ее, по-моему, никто даже не реализовал. И вот этот элемент спецификации, соответственно, был реализован. Причем реализован в качестве студенческого проекта. Спасибо. Можно еще скажу. Вот представьте, вы собираетесь в командировку, там собираетесь, все готовитесь, а вам то приносят моток, провода, там гаечный ключ тоже передаете. Вот для таких событий. Антон Голубев по ЗАЛЬТСПО. Хотелось бы уточнить, насколько это гибко. То есть может ли элемент создавать какое-то ограниченное количество событий или сколько угодно, и может ли несколько элементов срабатывать на одно и то же событие и так далее? Ну да, можно настроить так, чтобы несколько элементов срабатывало. В принципе, это все было реализовано раньше, когда реализовывалась событийная система, потому что события были и до моей разработки. Там можно настроить свойства, чтобы только по имени какому-то передавалось. То есть если любой элемент, у которого свойства совпадают, он будет принимать события. А количество событий, которое он принимает, оно не ограничено. Он принимает только в определенный момент, а именно количество их может быть сколько угодно. Я тут уже показывал две штуки, ну может быть и сто штук. Хорошо, соответственно, а может ли этот элемент сам генерировать другие события, на которые будут срабатывать? Ну если в нем поставить элемент генерации события, то он может генерировать схему этот элемент. Спасибо. Еще вопросы? Тогда спасибо. Давайте следующий.